Книга пророка Иеремии, глава 17, стихи 7-8. Разумеется, человек приравнивается к дереву или показывается, каким может быть человек, который надеется на Господа. Поэтому надеяться на Господа означает как в потерях, так и в приобретениях искать Бога и зависеть от Бога. Ведь мы обычно надеемся на то, от чего мы зависим, что является нашей защитой, нашим покоем, нашим основанием. Человек, полагающий свою надежду на Бога, благословен, потому что его радостью, его пищей является Бог, а не какие-то материальные блага. Материальные блага всегда будут вторичным элементом. И независимо от того, богат этот человек или беден, он будет защищен как от любых экономических потрясений, так и от любых стихийных и политических катаклизм. Человек, надеющийся на Господа, как дерево при потоках воды, он пускает корни свои у потока. А посему быть посаженным у воды означает поместить самого себя в атмосферу помазанного Божьего Слова. В то время как сам поток воды – это движение веры или послушание этому Слову. Благодаря такой позиции человек не знает, когда приходит зной. Он не знает даже, когда он приходит. Потому что зной в Писании – это не что иное, как символ испепеляющего гнева Божьего. Обращенный на тех и против тех, кто, с одной стороны, пытался использовать свои отношения с Богом для приобретения материальных благ, а с другой стороны, отказался быть посаженным у воды и пускать корни свои у потока. Отказался пребывать в Слове Божьем, отказался подчиняться Слову Божьему, но тем не менее использовал истины священного Писания и принципы веры для того, чтобы обогатиться за счет божественных принципов. Человек же, надеющийся на Господа, с одной стороны, больше всего ценил помазанное Слово Божие, а с другой – жаждал и ожидал движения воды в предмете этого Слова. Благодаря такой позиции или такому отношению к Богу и Его Слову, лист его во время засухи оставался зеленым. Мы знаем, что в Писании зеленый лист – это материальный достаток, которого он не искал, но которое дано было ему за то, что он прежде всего искал Царство Божие в праведности Божией. Поэтому человек, надеющийся на Господа, не боится засухи по той простой причине, что его корни глубоко пущены у неиссякаемого потока жизни Божией. Поэтому-то он и не перестает приносить плод Богу, который выражается в его святости пред Богом. Святость – это плод. Это результат желанных и неукоснительных соблюдений заповедей Божиих, выраженных в полном признании прав Бога и в демонстрации верности Слову Божьему. Поэтому человек, надеющийся на Господа, почитает для себя привилегией отдавать и приносить Богу то, что находится в его власти, но принадлежит не ему, но Богу. Мы знаем, что отдавание Богу того, что принадлежит ему по праву, это как раз и есть составляющая истинного освящения. А посему освящение, не преследующее отдавание Богу десятин в соответствии с предписанием Слова Божьего, не есть освящение. Однако следует учитывать, что, согласно Писанию, человек, преследующий освящение как цель ради освящения, приготавливает свою душу для вторжения в нее бесов. Когда человек не знает, а для чего он освящается, он освящается ради освящения. Вот смотрите, я напомню Лухи 11, 24-26. Когда нечистый дух выйдет из человека, то есть, когда человек начинает очищать себя, он изгоняет нечистого духа из пределов своих владений. И написано, когда он выйдет, то этот нечистый дух ходит по безводным местам ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным, очищенным. Но дом пустой. Для кого ты его очистил? Зачем ты освящался? Тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. И мы знаем такие освящения, когда люди действительно освящаются, но нет правильной цели. Я освящаюсь за тем, чтобы принять в себя Слово Божие, принять в себя Христа, принять в себя Дух Святый. Человек освятился, но не принял в себя истину. Он освятился по Слову Божьему, но затем не принял в себя. Ведь освящение должно преследовать цель. Зачем ты очистил свой храм, свое жилище? Для кого? Когда нечистый Дух приходит и видит, что там никого нет, место пустое, очищенное, Он берет всем злейших, чтобы ворваться вновь. И когда врывается, то тогда человек начинает рассматривать это как проявление Святого Духа в себе. Вот эти вот всякие демонические проявления или вот эту оккультную обремененность. Поэтому человек, отдающий Богу свои десятины без самого себя, с целью купить благорасположение Бога к себе, это приношение Каина, которого Бог не приемлет. Мы говорим о людях, которые дают десятины, хотя расположить или пытаются Бога расположить десятинами. Мы не располагаем Бога десятинами, мы располагаем Бога, когда отдаем себя в Его распоряжение, а потом подтверждаем только, то есть начинаем творить святость. 2 Коринфянам 8,4,5 Павел пишет о людях, определенных церквах. Они весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым. Почему они просили? Потому что апостолы были в затруднительном положении, принимать ли от них. Был необыкновенный экономический кризис. Люди находились в ужасном положении. И вдруг эти люди собрали нечто и столько, что они привели в замешательство апостолов. И они не хотели брать от них. И они, говорит, весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому, согласно данного текста, святость как плод Богу представлен в трех составляющих. Это, во-первых, отдавание самого себя Господу. Во-вторых, отдавание самого себя в распоряжении делегированной власти Бога. И только потом посвящение Богу десятин и приношений. Вот эти три составляющих очень важны во время того, когда мы будем поклоняться Богу в десятинах и приношениях и чтить Его. Чтобы обрести благоволение Божие. Отдавание самого себя Богу. Тогда Бог занимает это место. И когда дьявол приходит, место занято. Как однажды я читал у Рихарда Бонки. Говорит, мы сидели. Я сидел, говорит, одевался. Одевал носки на кровати. И вдруг увидел на стуле рядом сидящего Иисуса. Я, говорит, торопел. Говорит, и в это время дверь открылась. И я увидел, дьявол заглядывает. Заглянув, увидев сидящего рядом Иисуса, он говорит, извините, господа, я ошибся дверью. Иисуса не стало. То есть, на самом деле, Иисус всегда пребывает рядом. Принимаете ли вы душ, или же вы спите, или вы переодеваетесь. Он в вас, и он с вами. И когда действительно он с вами и в вас, и сатана придет, увидев Иисуса с вами, он извинится, скажет, господа, извините, я ошибся дверью. И пойдет искать то жилище, которое очищено, но которое пусто, где люди не посвятили себя. Бог не придет в сердце человека, который пытается расположить его десятинами и приношениями. Бог придет в сердце, когда человек отдает самого себя, во-первых, Господу, потом, его посланникам, и только потом туда присовокупляет и почитает Бога десятинами. Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями, присовокупляя туда самого себя и свое отношение как к Богу, так и друг к другу, к его посланникам. Станем, пожалуйста, будем петь песню «Если невзгоды, встретишь пути». И будем это делать с радостью и доброохотно, потому что доброохотно дающего любит Бог. Итак, позвольте напомнить, всякий раз, когда Израиль приносил Богу десятин и приношения, то он делал в соответствии его предписаний, которые гласили возлагать свои руки на приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому Израиль был верен тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. Благослови вас Господь, можете садиться.